Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня 9 июля, и на моих часах 23.18. И мы начинаем первую игру летней серии Meteor Black Hole. Что творится? Meteor Black Hole! Что творится? Итак, сегодня играют Обладатель звания Белорусский Эминем Алексей Филиппов Повелитель интерактивной доски Дмитрий Филинов 71. Это не его IQ, это его ранг в доте Кирилл Качинский Неплохо, неплохо Лауреат времени Граненый стакан А также обладатель Хрустального осла Ярослав Кузнецов Капитан команды Самый красивый знаток Егор Сурков Оригинально И Форф Против команды телезрителей Сапегина Илина Балерина Сыктывкар Головин Кирилл Киберспортсмен Таллин Программист Программист из Воркуты Куренков Арсений Учитель из Калининграда Монахов Максим Абакан Купцов Михаил Музыкант Ситников Александр Представитель авиакомпании Находка Фотограф из Волгограда Дмитрий Гаврилов Соболева Вера Гештальтерапевт Из Омска Сафонова Арина Дизайнеры Самары Ермаков Андрей Безработный Из Краснодара Акулова Виктория Спортивный менеджер Казань И из Армавира Абаканов Вадим Налоговый Консультант Счет 0-0 Первый раунд Ну что ж Здравствуйте Уважаемые знатоки Да небольшая у нас Заминочка произошла Но я рад вас всех видеть В студии Поздравляю вас С окончанием Шикарного дня Спасибо Это дополненная реальность Капитан сломался Парни Да Знатоками Я бы вас конечно Назвал Егорычка Бежим Давай уже Останавливай Летучий Сектор 9 Самара Дотянешься Ярослав Да спасибо Ярослав Что выкал Ничего страшного Мы вычтем Из вашего жалоба Ярослав Да Ярослав Вот у меня По каждому из вас Есть информация Определенная Написанная Редакторами Скажите У вас есть дети Нет А надо наверх смотреть Как Нет Вы можете смотреть Нет 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 А если у вас нет детей Почему написано Что вы батя Слушайте Слушайте Справедливость Справедливость Одна из его жен Я вообще не понимаю Вопрос Нам нужно записывать Вопросы В следующий раз Пиши Зевс Зевс Марс Да какой Зевс Зевс Это из греческой Мифологии Подождите Это оружие Бог Кто запомнил Что там вообще было Но Марс Это сын Зевса По мифологии Игрок в доту Какой-то у нас есть Доты Игрок Сникнейм Таким же Как и герой называется Да Оружие Марс Оружие Зевс Ну Не Зевс Марс У игроков Нет У меня тогда Приходит в голову Манки Кинг Только не знаю Причем тут Манки Кинг Он тоже Бог Круто Так Версии нет Время Ну Капитан команды Кто будет отвечать Егор Повторите пожалуйста вопрос Попробую ответить я Кто это Формулировочку пожалуйста Целиком Оружие Бог Игрок Герой Справедливость Одна из его жен Хотя Он любил лето И Европу Кто это Идея нет Скажу Акс Это неправильно будет Внимание Правильный ответ Оружие Бог Игрок И герой В обсуждении Вы говорили Что все вопросы О доте Но это не совсем так Ведь у нас Киберспорт объединяет Несколько дисциплин Нам сказали Все о доте Я расстроен Какая в доте Самая такая Близкая дисциплина В плане Лига легенд Нет Не в плане Жанра А в плане Комьюнити Может быть Лол В плане Разработчика Артефакт Counter Strike Counter Strike Оружие Бог Игрок Зевс Зевс Зерой Я же говорю Ну мы думали только про доте Да Мы думали только про доте Ну реально Оружие под это Под Правильный ответ прозвучал Когда мы обсуждали Было Было Ну под насрало Оружие Типа реально Оружие Какое оружие Зевс 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 Кейс Я просто Кейс Кейс Ну мы тут думали Что доте Йокал Нам сказали все о доте Извините Да я предлагаю вам Открыть свой разум Начать думать 0-1 В пользу телезрителей Второй раунд Ладно Нормально Теперь мы будем все понимать Хотя бы что происходит Побежим Иго-го Погнали А надо же что-то говорить Да в этот момент Не обязательно Нет Обычный Говорить Моя работа Ваша работа думать Извините пожалуйста Пока вы себя не отправляющие Я понимаю что мы пока Плохо справляемся И вы и я со своей обязанностью Но ничего страшного Алексей Алексей Покажите мне Алексей пожалуйста Вот он Алексей справа Да Можно даже покрупнее Потому что это важно Вам когда-нибудь говорили Что вы на кого-то похожи Были ли такие случаи Плывало господин ведущий Мне Вы тоже просто Напоминаете одного Если можно так сказать Волшебника Такого худесника Как вы думаете Что у вас с ним Общего Сама Общая черта Палочка Да Мне тоже кажется Что палочка у вас Отличная Собственно говоря Второй вопрос Сектор 2 Далее Вопрос задает Головин Кирилл Киберспортсмен Возможно Это будет попроще Да Конверт в принципе Не обязательно Со стола выкидывать Ну вообще да Правильно Правильно Не место им здесь Итак Внимание Вопрос Этот напиток Известен Еще с неолита Строители Египетских пирамид Получали это При строительстве Помимо пищи А в раннее Средневековье В Европе Это Производилось Преимущественно В монастырях Назовите Героя Дота 2 С которым Это У нас Ассоциируется Время В монастырях Первая ассоциация Это вино Ассоцируется С вино Пиво Сняли Ну типа Смотри Люди Брали ягоды Они бродили Получалось вино Это может быть Реально ром И тогда типа Это будет кунка Это кунка Снимайте Потому что там Стоп Как ром Можно получить Во время строительства Пирамид Ром Только строительства Получается По монастырях Ты тоже Мне кажется Что это все-таки Гермастер Я уверен Что монастырское пиво Тоже какое-то было Все знают вино Когор Наверняка было И какое-то пиво Ну люди Варили пиво в монастыре Почему нет Ну блин Сняли-то точно Ну вообще Это конечно Вино похоже Да нормально Бери Но вино Это самое логичное Потому что Если ты Если править Дочь Больше нет Ну а что у нас еще Может быть вообще Из ответа Ром Пиво Какой-то напиток С которым вообще Кто-то ассоциируется Думать По вино Брюмастер Пиво тоже Брюмастер Не прогадали Да Я даже знаю Кто будет отвечать Бухой батя Отвечать Просто батя Время Пока Пока просто Егор Кто будет отвечать Специалист по данной Категории вопросов Ярослав Кузнецов Товарищ ведущий Ярослав Да Назовите героя Дата 2 С которым Это у нас Ассоциируется Ну Мы думаем Что это все-таки Брюмастер А в чем логика Как же в чем логика Ее нет Товарищ ведущий Вы же не сказали Что нужно объяснить Правила нашей игры Это подразумевают Если бы вы потрудились Их прочитать Никто не принес Ну В общем В общем Значит получается А можете вот Зачитать вопрос еще раз И я вам вот прям Все по полочкам С каким героем Назовите героя Дата 2 С которым Это у нас Ассоциируется Все Мы назвали героя Полностью вопрос Полностью вопрос Я имею в виду С формулировкой Вот вопрос Вот это вот Ну хорошо Спасибо Я даю вам последнюю Поблажку Давайте Дальше такого не повторится Этот напиток Известен еще с неолита Да Строители египетских пирамид Получали это При строительстве Помимо пищи А в раннее Средневековье В Европе Это производилось Преимущественно В монастырях Ну вот смотрите Видите Очень похоже на то Что они все Дерябли пивас Или вино Но просто у нас Как бы Брюмастер Ссорируется Именно С пивоварением Но за гостери Там нигде не указано Ваш ответ понятен Внимание Правильный ответ Вот и все Да Казалось При чем бы здесь вино Ведь Винокуров В доте нет Зато есть пивовар Брюмастер И это пиво 1-1 Отличная работа Парни Давай Давай Я же сказал Что это Для Нехороших Ребят Ну что ж Третий раз Поехали Погнали Завелись Халяву Взяли уже Могли 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 Ярослав Ярослав Вы скажите Вот у нас Нет сегодня Защитника Знатоков И телезрителей В студии Как бы Вы сказали Они нужны Вообще Нужны защитники Безусловно Потому что Вы начинаете Душить Прям с первых Минут То есть Вам нужен Дефенс Да Какой-то Лягкий Да Меня действительно Нужен Но если что Защитники у нас есть Недалеко Алоха Будьте бдительны Господин ведущий Мы знаем Где вы сидите Я бдителен Максимально Сектор 6 Находка Находка Ситников Александр Представитель Авиакомпании Из находки Спрашивает Я записал Это слово Является Частью имени Героя Предмета Призванного Юнита И команды А также Частью названия Одной из самых Из известных Песен Девяностых Назовите Это слово И команду Время Слово Слово Часть имени Предмета Команды Призванного Юнита Что-то там еще Я не успел записать Предмета Команды Но этого Бытия может быть Достаточно Спирит Спирит А Соснабс на Like team spirit Все хорошо И spirit дух Есть spirit Да Молодец Имя Предмет Spirit vessel А какой был вопрос Еще раз Просто назвать Вот эту часть слова И все Спирит А второе Чего назвать Команду Ну team spirit Господин ведущий Мы готовы Отвечать Эти полминуты Мы можем сэкономить Действительно Полминуты лишние Не будут Отвечать будет Гений На Алексея Филиппове Гений Отвечайте Какой вопрос Еще раз повторите Чтобы я ответил Максимально Назовите это Слово И команду Слово spirit Команда Team spirit Внимание Правильный ответ Шторм spirit Spirit vessel Forge spirit Team spirit Это spirit 2-1 В пользу знатоков Это было нетрудно Я только песню пытался вспомнить Но ничего страшного Не волнуйтесь Мы вам еще под руиню Тарый говна Тебе подсобил Не люблю нирвану Четвертый раунд Ну пока легко Нормально Пока легко Надо тяжелее Что-то Могло быть три Могло быть три Но не вон Кирилл Это написано Если скажет Да Это неправда Понимаю Понимаю Что у нас там По вопросу Не обижайтесь Кирилл Это все Все нормально Все нормально Все нормально Сектор 1 Сыктывкар Сапигина Или Илина Балерина От балерина У нас вопрос еще не был Вопрос довольно трудный Соберитесь Я записываю 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 Давай Элина спрашивает Это... Охота 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 А у нас так мало ранжевиков в доте? Ну, я думаю, что это лучший вариант, потому что ничего больше не придумаем Короче, ладно, решите сами Так хорошо, а вопрос какой был? Сейчас спросим Ты не записал вопрос? Назови Может ты будешь записывать? Так один блокнотик-то Вопрос постоянно должны повторять Чего вы переживаете? Господин ведущий горит с этого просто Какая у меня разница, пусть горит Горит Время Егор, кто будет отвечать? Ярослав Попробуй А потому что не записывал А не записывал, вот и наказан Да, согласен Ярослав Я старался вопрос Господин ведущий, повторите, пожалуйста, вопрос А знаете, какой самый частый вопрос в нашей студии? Повторите вопрос А какой был вопрос? Нет, господин ведущий Вы отличная команда Особенно мне нравится, как вы помогаете друг другу Есть в этой студии гораздо более важный вопрос Просто он все время заказывает Ладно, я прочитаю вопрос полностью И после этого Вам не будет уже так смешно Мой прадед во время Второй мировой войны был тесно связан с этим Это одно из любимых развлечений мужчин за 40 после тяжелого дня на заводе Согласно геймпиде этих в доте порядка 47 штук Назовите это Ой, ну у нас на самом деле только один вариант, скорее всего Это еще может быть женщины? Назовите это Я смотрю, вы... У команды нет ответа Ответ есть, господин ведущий, подожди Мы считаем, что это стрелки Ну или ранджевики, если в доте вот считать ранджевики Ну, стрелок, короче говоря То есть прадед Элины был стрелком Стрелком он был Стрелком он был Стрелком стрелял Ну он же не может быть женщиной В конце концов он уже прадед Он был тесно связан Нет, нет, нет Он тесно связан со стрелебоем Нормальная шлема Отличный у Вас смех, господин ведущий Гсподин ведущий все такое Ладно, господин ведущий В общем, такой наш ответ Стрельба, стрелок, стрелки Любимое развлечение мужчин за сорок после тяжелого дня На заводе пострелять Ну пострелять Ну а чего нет? Братья трензвен Гсподин ведущий, я надеюсь, что вам есть за сорок И вы еще способны пострелять После этой игры уже за шестьдесят морально будет Согласно геймбеде В доте порядка сорока семи героев Обладают таким свойством, как дюрейбл или танк Прадед был танкистом Ну я думал про танки Че это? Ну ты белорусский А, 40 это танчики покатают Ну это сильный вопрос Я просто не мог сказать, потому что ранжевики Только поэтому Но дюрейбл сложно вспомнить К танкам отошел, да Век бы вспомнил Ладно, это был действительно сложный вопрос Ну, вы смогли меня повеселить Возможно, где-то вам это поможет Следующий раунд Так, это что, 2-2 можно? 2-2, пятый раунд Ну была хорошая версия, согласитесь Да Ну, сложно было, сложно Дмитрий Об архитектор А кого спрашивают вообще? Измечай Инмати ООО Инмати ООО В архитектор А почему здесь написано, что вы любите готику? Бочку? Готику Готику А, готику Это игра такая Казань Я знаю только одну игру И мы играем в нее сейчас Казань А какой там сектор? 11 Казань Счет 2-2 Игра напряженная Не рекомендую расслабляться Вопросы остались только сложные Или мы их такими сделаем? Акулова Виктория Спортивный менеджер Спрашивает Известный Нынче Английский Футбольный аналитик Гарри Линакер Как-то сказал Футбол играют все А побеждают Именно Они К доте эта фраза Вряд ли относится Но один из них Есть среди Победителей Тиай Назовите Этого Победителя Время Нужно ники просто перечислять Ну мы будем долго их перечислять Нужно перечислять Ники Из разряда фейт это судьба Миракл это чудо И вот так же перебирайте все оставшиеся ники Так может быть действительно чудо? Ну Может быть Играют все Побеждают они Они Вот это главное Кто они? Либо название команды Побеждают крылья Советов Один есть в победителях Тиай Один это эстоник Пупей То есть играют все Побеждают эстонцы Ну вдруг Будры был человек Играют все Побеждают Название команды Есть еще Рожденные побеждать Навье Рожденные побеждать Рожденный побеждать Это жестко Играют все Играют всем А побеждают Ну намгода игрока назвать Или команду? Они Ну Среди них есть победитель Тиай Там не сказано игрок это или команда Да Это может быть ниг Как Sis А может быть А побеждают только те кто Рожденный побеждает Это второе очко уже. Время. Господин ведущий, ответит гений Алексей Филиппов второй раз. Алексей Филиппов и его второе очко. Хотя счет 2-2 и о каком очке речи я не совсем понял. Алексей. Можете задать вопрос? Да, конечно. Вам повторить целиком? Нет, нет, нет. Назовите этого победителя. Ну, собственно, команду. Команда Натас Минсторону, пусть будет Пупей. Что? Просто команда. Ты не слышал. Назовите его. Ответ принят. Короче, давай отвечать следующее раз. Назовите его. Разрешите поинтересоваться у команды в целом. А вот цитата в футбол играют все, а побеждают именно они. В смысле его? Рожденные побеждать. А побеждают те, кто рождены. Победители. Игроки. Для победы. Победители. Все, а побеждают те, кто рождены. Блин, ну... Для победы рождены. Для победы. Да, те, кто рождены для победы. Но это была наша версия. То есть Na'Vi. Натянуто немного. В футбол играют все, а побеждают Na'Vi. Так было бы вообще замечательно. Они всегда в финале. В оригинале эта фраза звучала так. В футбол играют все, а побеждают немцы. Ну, почти. Победитель. А что-нибудь туда копали. Охренеть! Два-три. Чего? Это конкретная игра. У нас все равно не команда. Поэтому я не знал. К тебе вопросов нет, конечно. Вообще надо было говорить просто... Но ты в роте. Чуть не заруинен. Как это можно было? У нас есть вообще футбольные... Что за взрывы? Надо знать титату какого-то деда. Год в курсе какой-нибудь? Нет, я с футбол смотрю, но я бы не вспомнил. Ладно, извините за вопрос. Я даже... Нет, я все-таки по-другому спрашиваю. Какого-то ляпнуть-то умудрился. Играют все, побеждают немцы. Типа что? В Бразилии больше всего чемпионата мира выиграла. Так может, он старый уже кукукой поехал. Наш ответ был лучше, на самом деле. У меня нет ответа на этот вопрос. Но как члены студии аналитики, вам виднее, как ляпать что-то. Так что давайте крутить рулетку кто-нибудь там. Нажмите на кнопку, пожалуйста. Красота, отлично. Только лучше после того, как рулетка на столе появляется. Я как-то здесь появился, да. Никита, если вы уже проявили инициативу, говорят, что у вас есть собака. Это правда? Что-то я не осознаю. Я за это ведущий. А что она сейчас делает? Отдыхает на даче. И хорошо, наверное, сейчас. Нет, ей очень грустно, господин ведущий. Ей очень грустно, почему? Потому что она скучает, наверное. По вам, да. А еще я слышал, что она довольно часто в эфир залетает. Бывает такое? Да, разные бывают. Залетает в эфир, в том числе и моя собака. Как, кстати, продюсер Рухаба нас смотрит сейчас. И как вы ее успокаиваете вообще? Что вы делаете? Ее невозможно успокоить, господин ведущий. Она успокаивается только сама. Я как-то ставил пару способов. То есть вы ничего не делаете или что-нибудь происходит в этот момент вообще? Какие-нибудь действия предпринимаете, гладите, выгоняете? Нет, ну... Выгоняю. Бывает выгоняю. Выгоняете? Это помогало когда-нибудь вам успокоить, например, сокастера в работе подобный опыт? Выгонять его? Ну, что-нибудь. А, понимаете, дело в том, что работа моего сокастера как раз и заключается в том, чтобы быть максимально не в себе. Понятно. А вы когда-нибудь с Арэном, Версутом и Зурабяном комментировали? Было дело, да. Отлично. Ну, ладно. Что у нас за вопросы? Армавир. Армавир, да. Вопрос от Абаканова Вадима, налогового консультанта из Армавира. В древности они пользовались для хранения самого важного и ценного. Прошу прощения, использовались для хранения самого важного и ценного еще до нашей эры. Серия игр, у которой это есть в названии, является одной из самых успешных. В наши дни этим уже давно никто не пользуется, но в нашем случае они являются средством передвижения. В нашем случае имеется в виду в игре. Назовите это время. Скорьер, ну, осел, не знаю. Это серия игр, в которых это... Давайте в серии игр сначала поймем. Я подумал про какой-то Томбрайдер, типа гробница. Варио. Использовались для хранения в древности. Что вообще может использоваться? Для хранения в древности? Да, да, да. Ямы. Рошпит. Яма, нет? Дота Пит. 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 Яма. Пит. Ну, типа Рошпит. А подожди. А что за серия игр хорошо? Серия популярная. Является очень популярной. Пит Лордс. Дота Пит Лордс. Притом непонятно... Дота Андерлордс? Не, ну это не серия игр. Серия игр... Не-не-не. Не время серии игр идет уже. Да-да-да, а что там в конце было, что я не успел записать последнее вот это что-то там с машинами? А, средства передвижения? В игре. Яма использовалась для хранения. А средства передвижения? Со средствами передвижения, непонятно. Что средства передвижения? Да. Может тележка? Не знаю. Тогда. Ну, течис. Но с течисом ничего не связать. Типа свиток. А что с тележкой? Марио Карт? Ну, свитка хранили. Типа, что он идет на тележке. Скролл ТП. Это неправильно. Ну, пусть отвечу я. Ну, давайте, отвечайте. Ну, речь идет про скролл. Это скролл ТП в игре. Это перемещение. The Elder Scrolls это серия игр. И скролл, собственно, свиток. Там что-то хранит. Здесь в древности. Это правильный ответ. Я вас поздравляю. Ох, на последний секунд. У вас хорош. Да, это было отличное озарение. Да, да. Чего это была версия, кто предложил Егор? Егор? Егор и Кирилл. На двоих вот так согласились. Не, это Егор. Не, Егор заслуга только Егора. Я, правда, не понял. А какой у нас счет, господин, дедактор? С видкой хранили, что ли? Я за уши притянул. Я понял. Ну, сработало. Неплохо. Что вы говорили, господин Юрьевич? 3-3. 3-3. 3-3. Счет становится седьмой раунд. Вот, поехали. Ну что, вот вы уже на сложной начали отвечать. Я думал, вам как-то подсказать, облегчить. Но нет, нет. Думаю, что вы справитесь сами. Ну, либо прыгаете достойно. Без всякой помощи. Не дождетесь, господин Юрьевич. Ну, чего-то из этого я точно дождусь. Опа! Спали. Зачем? Господин режиссер, у вас есть только одно право, которого нет у меня на этой трансляции. Право фейлить. Все остальное решаю я. Слушайте, когда выходить. Sounds good. О-о-о! Это господин Юрьевич. Сектор 8. Омск. Ну, нет. Вот мы и добрались до Омска. Вот и добрались до Омска. Это отсылка к Омск-Анрил, да? Да, наверное. Гештальтерапевт Цоболева Вера Робманова из Омска спрашивает. Гештальтерапевт. Внимание. В переводе со шведского языка имя нашего героя означает олень. Хотя на него он совсем не похож. Впрочем, плохой игрок на любом герое похож на оленя. Одно из своих альтернативных имен герой получил в честь бодибилдера. А фирма с таким же именем производит недорогую периферию для компьютеров. Мышки, наушники. Досрочный ответ, да? Да. Отпечайте. Это Свен. Это Свен. Это Свен, да. Назовите этого героя. Это Свен. 4-3 в пользу знатоков. Это Леган. Да, это был очень легкий вопрос. Слишком легко. Следующий раунд. Раунд 8. Но пока что оторваться у вас не получается. А у нас есть минута для репортажа. Да, у вас теперь есть дополнительная минута. В конце обсуждения вы можете вместо ответа использовать дополнительную минуту. И попытаться что-то придумать. Следующий раунд. Поехали, зводите макаку. Кстати, господин ведущий, можно обратиться? Конечно, мы же не в армии. Вы можете обращаться ко мне. Я хотел бы вам сообщить, что вообще-то за такое, хоть мы и не в армии, но за такое поведение, которое мы допустили в прошлом раунде, а я лично, вы могли нас нормально так трахнуть. Ну... А в армии так делают. Мы еще не дослушали в армии. Я безусловно воспользуюсь этим. Мы же просто даже не дослушали вопрос. Да, вопроса-то не было. А если бы вопрос звучал что-то из серии «Назовите оружие этого героя?» Мы бы сказали... А вы сами это знаете? А, скеметар у него? Я думаю, скеметар, да. Нет? Почему нет? Ну, в разных сетах разное у него оружие, но... Не-не, ну, в самой оригинальной, мне кажется, это скеметар называется. Но не уверен. Акабан. Акабан? Абакан. 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 Ну, ничего, пока не страшно. Спасибо, что исправили. Купцов Михаил, музыкант, спрашивает... Купец. Это слово берет свое начало из древнего литературного языка Индии. Далее, через арабский и турецкий языки оно попало к нам. Первое значение этого слова в древнерусском языке – небольшой кусок ткани или покрывала. Со временем написание и значение слова слегка изменилось. Также считалось, что это обладает своеобразными магическими свойствами. Мы не просим вас назвать это. Назовите про-игрока, который имеет это в качестве никнейма. Время. Это в качестве никнейма. Давайте поймем, что это вообще? Одеяло, покрывало. Идет из Индии, потом куда-то там еще, еще. Вначале я подумал про Глок и Глимер Кейп, что-то такое. А сначала покрывало одеяло. В никнейме. На древнерусском ткани. И считалось, что обладает магическими свойствами. Ну, я подумал Глимер Кейп. Изначально из Индии. Ну, я подумал Глимер Кейп какой-то. Ну, и дальше как-то домус. Никак с никнеймом граганцы соотносятся. Нет, нет, нет. Это можно относиться к доте, это будет относиться к никнейму. Ой, боже. Покрывало, одеяло, пи... Нет, простыня. Какой-то должен быть на древней руке. А, нет, ну это не важно, что на древней руке. Это может любой быть вообще. Славянский на самом деле может быть ник. Славянские ники какие-нибудь. У нас вообще нет варианта никакого. Что-то с покрывалом, с одеялом. Мэджиком. Могические свойства. Деньги. Давайте на минуту возьмем и вопрос. Мне кажется, мы не придумаем. Время. Егор, вы будете брать минуту или будете отвечать? Мы не будем брать минуту. Мы попробуем ответить. Я попробую что-нибудь случайное сказать, что мне взбредет в голову. Скажите. Ранжевик? Ну, это... Ну, нормально, отмазался. Версия общая была. Итак. Нет ответа. Алоха. Алоха-дэнс, вот. Алоха-дэнс. Ну, должно что-то случайное и веселое. Алоха-дэнс. Это слово берет сначала из древнего литераторного языка. Это кусок ткани или покрывало. Ну, небольшой такой кусок ткани, в принципе. Алоха-дэнс. Это слово знакомо вам хорошо. Алоха-дэнс, да. Кейп. А вот есть у нас женатые люди есть в студии вообще? Я господин Ильдович. Фата. А, Фата. Как хорошо, да, приходит мысль. Ну, подсказки-то давай. Да, это действительно Фата. Счет становится 4-4. Мы бы не взяли. Одеяло покрывало, не Фата, это жестко. Макаку в студию. Алоха, заходи. Вспоминали как раз. А как вы вообще командой готовитесь к играм? Мы ходим в баню, господин ведущий. Ну да, я слышал, что Алоха недавно был в бане. Видимо, он все еще там. Что за вопрос? Нет вопроса. Еще макака крутится, извините. Не мешайте макаке. Мы не мешаем. Я никто не трогает, господин ведущий. А, ты нас в Пекин там все это время думал? Сейчас по... А что вы думали, я называю словом макака? Волгоград. Да? Волгоград. Вопросы кончаются, господин ведущий. Да, да. Мы можем проиграть. Но ничего, у нас хватит вопросов. Не переживайте. Дмитрий Гаврилов, фотограф из Волгограда, задает видео вопрос. О, ба-ба. Это сильно. Руха, всем привет. Слушайте мой вопрос. Впервые о них заговорили в Древней Греции. Нельзя наверняка утверждать, что они являются обитателями земли, но двое из них точно являются обитателями неба. Хоть у них и шесть конечностей, ничего человеческое им не чуждо. На текущий интернешнл прошла одна из команд, которая частично с ними связана. Назовите их. Ну что будем перечислять на небе? Это какие-то боги, возможно, какие-то боги, которые имеют шесть конечностей. Впервые заговорили в Древней Греции, имеют шесть конечностей, что две на небе, а две на земле или наоборот. Что-то кентавры имеют. Команда кентавра... Я предлагаю просто перечислить все команды. Да, да, да. Давай, СНГ вернется. Блин, Медведица на небе может быть. Медведица шесть конечностей. Ну да. Ара! Из шести конечностей приходится Вивер, Никс, СНГ. Перебрать команды просто. Перебрать команды, давайте по очереди. У нас есть минута. Минута, вот у нее доза. Виртус Про нет. Виртус Про нет. Убираем Сикрет нет. ОДЖИ нет. ИДЖИ нет. ИДЖИ нет. ИДЖИ нет. ЕГЭ. ИДЖИ нет. Альянс. 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 Не-е. Преявра кони. Преявра кони. Ликт кони, кони. Блин. Вы же спутали меня демоны. Гений. Что ты про кони говоришь? Что-то не нужно было. Надо еще наверное минуту брать. А какой вопрос? Я вопрос опять забыл. Мы уже думали о этом. Егор, вы будете брать минуту? Да, да. И постарайтесь соответствовать. Мы вспомним, пожалуй, оставшиеся команды. Хорошо. Тинсиев. Дополнительно минута пошла. Время. Тинсиев, натик. Нам вопрос бы показали еще раз. Да, не надо. Мы и так поняли. Так мы вопрос какой был? Да, надо было вопрос попросить. Шесть конечностей. Вопрос, что назвать? В Древней Греции появились шесть конечностей. Обитатели неба. Минимум двое. Минимум двое. И их представили. Ну короче. Их как минимум двое прошли на интернешнде? Я не понял. Нет. Но это же есть одна команда, которая связана с этим. Может быть там ники игроков. Шесть конечностей. Типа ник Таракан у человека. Опа. Типа этот. Не ладно, плохая идея. Просто забей. Ниндзя в пижаме. Ниндзя. Ниндзя в пижаме. Шесть конечностей. Кто еще есть? На шесть конечностей просто да. Ниндзя брать небо, брать эти самые звезды и так далее. Что у нас там есть? Созвездий. Стандартных. Шестью конечностями. Пегаса. Ну типа Ликвид и Ко не единственное, видимо, что остается нам. Ну а как мы можем это? Ну типа Пегасы, они же... А у Пегаса, кстати, шесть конечностей. Крылья. Егор, кто будет отвечать? Крылья. Ну ответит Мэйд Филинов. Нет, нет, нет. Я не помню, что я говорил. Вы можете определить, что? Назови. Ну хорошо, давайте я скажу. Ликвид, повторите вопрос. Человек отказывается. Да, повторите формулировку именно вопроса без всего вот этого. Назовите их. Команду? Или кого? Этих существ. Пегасы. Пегасы. То есть... Ну Ликвид и Команда, получается. Да, да. Частично похожи. А на небе? А на небе тучи. А на небе тучи. Тучи. Понятно. Тучи. Тучи как люди. Внимание, правильный ответ. Команда Team Liquid частично похожа на них. Это их лошадиная часть. Со свезде Кентавр и звездная система Альфа, Центавра. Это Кентавры. Ну, хотя бы стоило подумать о том, что в Доте нет Пегасов. В Доте Кентавры. Ну, команда-то Ликвид. Почему, кстати, когда котел превращается в это, у него... У него есть Пегас. Також на Пегас. Это есть Пегас, господин ведущий. Да и вообще Кентавр, Ликвид. 4-5 в пользу телезрителей. Да нет, все нормально. Ну ладно, да. Самый башка не варит. Так можно было вспомнить Альфа Центавру и Судейкин Тавра. Может быть, можно было. Надо было повторить. Надо отыгрываться. Было бы проще. Да, мы что-то не попросили. Не повторить вопрос. Ну, че вы... Не формулировку. Мы в тильте. Мы в тильте, да. В тильте, да. Я хотел вам помочь, но подумал, что лучше я воспользуюсь своей возможностью трахнуть. Это как-то мешает. Две минуты. Можно совмещать. А это я возьмусь на следующий вопрос. А что у нас за вопрос? Сектор 3. Воркута. Так, так, так. Ох, 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 ох. Да. Мне кажется, даже и напрягаться не придется. Все само произойдет. Это защитник знатоков, он смеется. Кулинков Арсений, программист из Воркуты, спрашивает. Этот мужчина и актер, и певец. В одном из своих фильмов он даже осилил пару реплик на великом и могучем. А его музыкальная карьера тесно связана с одним из героев Дота 2, который, кстати, похож на одну из его киноролей. Мы не просим вас назвать этого человека. Назовите героя, с которым связана карьера нашего мистера Икс. Мы можем досрочно, но не будем. Короче, речь идет о Джареде Лето. Это 30 секунд до Марса. Я правильно понимаю? Наверное. Никто не возражает. Фильмы я не смотрел, естественно, и музыку я эту хреновую не слушаю. Но, я кажется, давай. Ну, в принципе, да. И что, мы отмечаем Марс. Марс, по-моему, все это, да. Господин ведущий, мы готовы. Да. Вопрос только спроси, какой. Да, поставите вопрос. Назовите героя, с которым связана карьера нашего мистера Икс. Ну, это Марс, а речь о Джареде Лето. Вообще-то, речь шла о солисте группы Короли Киш. Да, да. Николай, конечно. Короли Киш. Да, конечно, это шутка. Великолепный, Егор 5-5. Ну что, ты как господин. Егор Солянова. Да. Молодец, Егор. Вы получите главный приз, возможно. Следующий раунд, это финальный раунд. У нас осталось два вопроса. А какие вопросы на столе остались, подскажите? Калининград, Краснодар. Краснодар и Калининград. Это 30 секунд до Марса играет. Ну, прямо скажем, сейчас либо Краснодар, как говорится, либо Калининград. Как говорится. Надеюсь, что из Калининграда Олед Крейзи прислал вопрос. Краснодар. Вам везет. Ермаков Андрей Безработный пишет вопросы в «Метеор Блэхолл. Что творится» из Калининград. Делать нечего. Это одна из самых известных музыкальных композиций в современной истории. По свидетельствам Геродота в 525 году до нашей эры, это погубило 50-тысячное войско персидского царя Камбиза. В доте есть скилл с таким названием. Назовите героя, которому он принадлежит. Сэншторм. Сэншторм, Сэнкинг. Дорода Сэншторм. Молодец. Досрочно. Ну, не досрочно. Там не важно. Мы готовы отвечать. Отвечает Кирилл Качинский. Я думаю, что это Сэнкинг. Дорода Сэншторм. Соответственно, скилл Сэншторм. А что с царем произошло? Ну, ладно, что тут тянут резину. Вы выиграли. 6-5. Поздравляю. Команда знатоков побеждает в упорной борьбе. Если вам интересно, мы можем посмотреть на Калининград. Посмотрим на Калининград. Является этот победой чистой. Столица этой страны имеет координаты 37 градусов широты и 126 градусов долготы. Также эта страна является крупнейшим в мире судопроизводителем. Миф гласит, что основатель этой страны сын женщины и медведя. Одна команда из этой страны в качестве названия выбрала себе одного из героев доты. Назовите команду. MVP Phoenix. Чистая победа. 7-5. Нам предстоит выбрать лучшего игрока. Я думаю, что это наш капитан. А в чем мы выбираем? Неважно. За Егора. Так мы голосуем. Если мы, то Егор, конечно. Егор best. Ну что ж, Егор, идите и получите свой приз. Куда идти-то? Да я не знаю. Ну я знаю дорогу. Я думаю, лучше он пусть несет у меня приз. Мы знаем, Егор, где получить приз. Хотя знаю я эти призы ваши. Рухабовские. Как бы вот жвачку. Здесь 31. Спасибо, знатоки. Идите, отмечайте. Готовьтесь к завтрашнему дню. Не переусердствуйте. Ура! Ура! Спасибо. Метеор! Мелыхул! Что творится?